Как прецедент, чтобы этого не было, нужно это опровергнуть. Поэтому будь любезен, пожалуйста, напиши нормальный, бессловесный эквилибристики, напиши нормальный текст у себя на канале. Я этого не говорил, не нужно ссылаться на мои слова. Я сказал, что она не системная, но это не значит, что людей... А, еще одна тема. Значит, в Польше есть человек, которому польские миграционные власти отказали в убежище. И при этом они, значит, мотивируя свой отказ, они сослались на некое какое-то интервью Абубакра Янгулбаева, где он якобы сказал... Значит, в общем, давайте я прочитаю, что говорят поляки в своем решении. Хотя в открытых источниках были сообщения, что людей на территории Чечни заставляют подписывать контракт и ехать в Украину путем шантажа, запугивания и так далее. Лиц, появляющихся в резерве вооруженных сил РФ, вызываемых в военную комиссию РФ для проверки их данных. Правозащитник, бывший юрист комитета против пыток Абубакар Янгулбаев, все же считает, что системной принудительной отправки мужчин на войну в Украину в Чечне нет. Правозащитник допускает, что информация в СМИ об этом может быть использована чеченцами, желающими попасть в Европу и получить статус беженца. Конец цитаты. В общем, на эту тему Вайфонд сделал публикацию, указав, что они не согласны с такой оценкой Янгулбаева. Правозащитная ассоциация Вайфонд в корне не согласна и не разделяет мнение Олока Янгулбаева, так как имеются доказательства принудительной отправки лиц в зону боевых действий. И, ну, казалось бы, здесь Абубакар Янгулбаев, узнав, что, ссылаясь на его слова отказа на человека, он должен опровергнуть это, сказать, что нет, я этого не говорил, либо сказать, я говорил, но вы это поняли не так. Вместо этого Янгулбаев публикует ответ Вайфонду почему-то. не этому ведомству польскому, а Вайфонду, где он, упражняясь в словесной эквилибристике, объясняет, что да, он сказал, что там нет системной, значит, мобилизации, и это он, действительно, ее нет, потому что нет какого-то приказа, там, что-то, что-то. Я, я прошу прощения, но вообще никому абсолютно не интересно, есть там системная мобилизация, или она, или она не системная, она частичная или полная. Какая разница, если на твое, твои слова, опираясь на твои слова, человеку отказывают? И здесь, вот, черным по белому написано, правозащитник допускает, что информация СМИ об этом может быть использована чеченцами, желающими попасть в Европу. Это как понимать? Значит, в России объявляется частичная мобилизация, частичная, она тоже там не системная, там, юридически, она частичная. Из России начинаются потоки в Европу, в европейских странах их принимают. Вот, приезжает, значит, лауреат Нобелевской премии, Муратов, в Бонне выступает, и говорит, вы этим людям, то есть он жалуется не на то, что их не принимают, их-то принимают, но здесь им тогда начали блокировать, из-за общих санкций россиян начали блокировать карты, и он жалуется, он говорит, эти ребята, которые для того, чтобы не воевать, приехали сюда, вы им еще тут блокируете карты, мол, вы их должны, наоборот, здесь всячески приветствовать. То есть Муратов абсолютно не беспокоится о том, что кто-то здесь из россиян будет ссылаться на эту мобилизацию, он, наоборот, еще и недоволен, что им блокируют карты. А Янгулбаев здесь переживает, что чеченцы, которые будут приезжать в Европу, будут ссылаться на то, что там их могут отправить воевать в Украину. Это как так? В этом ответе он говорит, что там, типа, этот парень с ним связывался, он ему сказал, ты, типа, пусть ты или там твой адвокат официально мне там какой-то запрос напишите, я там что-то, смотри, он обязательно напишет, он напишет, потом президент Энджей Дуда тоже с тобой свяжется, например, свяжется. Но сейчас не до этого, сейчас нужно конкретное вот это вот решение, оно должно быть обжаловано. Чтобы оно было обжаловано, вот этот аргумент, как минимум, было бы неплохо убрать, что ты якобы это сказал, что она там не системная, и поэтому что-то там, чтобы вот этого не было, ты на своем официальном канале сделай публикацию, напиши, что ты этого не говорил, либо если ты говорил, что не так тебя поняли, что людей действительно отправляют, принуждают туда отправлять, и неважно, для человека, которого отправили воевать в Украину, ему абсолютно не легче от того, что его не системно туда отправили, абсолютно. Его туда отправили, моих там, ваших родственников туда отправили. И да, это может быть не системная мобилизация, но от этого не легче. И поэтому приехавшему сюда, не желая оказаться в этой несистемной мобилизации человеку, ему отказывают из-за того, что ты где-то сказал, что она несистемная. Поэтому, чтобы так вот людям не отказывали, как прецедент, чтобы этого не было, нужно это опровергнуть. Поэтому будь любезен, пожалуйста, напиши нормальный, бессловесный эквилибристики, напиши нормальный текст у себя на канале. Я этого не говорил, не нужно ссылаться на мои слова. Я сказал, что она несистемная, но это не значит, что людей не принуждают ехать воевать в Украину. И люди, чеченцы, приезжающие сюда, не желая воевать в Украине, заслуживают того, чтобы им было предоставлено убежище, так же, как оно предоставляется россиянам, убегающим от мобилизации. Вот что надо написать. Они с вайфондом словесную эквилибристику упражняются в словесной эквилибристике. Так, чья бы мычала об альтернативном мнении, твоя бы молчала. Ты и твои единомышленники в лице янгульбаевцев, ну тут ты, конечно, вообще мимо, неисоевцев, халитовцев, блокируете каждого, чье мнение не совпадает с вашим, называя их будановцами. Слушай, ты, пожалуйста, не обобщай для начала. Во-первых, мы, вот все кого-то перечислил, это в совершенно разной платформы, и модерация на этих платформах тоже совершенно разная. Мои модеры, они не являются модерами на их площадках. Ни у Хасана Халитова, ни у Нейсо, тем более у этих Энглубаевых. Поэтому я могу, в этом вопросе я могу отвечать только за себя, и у меня никого не блокируют просто из-за там альтернативного мнения. Ты можешь там критиковать все, что хочешь говорить, ты главное никого не оскорбляй, не переходи какие-то границы элементарного этикета, и ты будешь иметь полную свободу слова на моих платформах. А по поводу остальных тут я не знаю, здесь я не могу за них отвечать. У них, возможно, какие-то свои правила на их платформах. Субтитры создавал DimaTorzok